21 декабря будет зимнее солнцестояние, во время которого произойдет редкое эпохальное соединение Юпитера и Сатурна. Зимнее солнцестояние – это момент возрождения Солнца, когда оно начинает пребывать, объявляя начало нового цикла движения от тьмы к свету. С 19 по 25 декабря будут мощные энергетические дни, когда на Землю начинает сходить поток энергии, благодаря которому могут происходить сильные изменения в сознании, а значит в жизни. Это лучшее время, когда можно и нужно анализировать свои достижения за год, избавляться от старого, ненужного, трансформировать энергию в новое. Самый подходящий период для пересмотра своих устоев в жизни и отказа от того, что вам мешает развиваться. Это время, когда Вселенная помогает тем, кто в эти дни закладывает новый энергетический фундамент. Это время, когда можно мечтать, то есть ставить цели на будущий год. Солнце дает жизнь, оно даст жизнь не вашим желаниям, если вы живете в гармонии с космосом. Это своего рода магия, но для того, кто знает технологию, это просто практика направления и перенаправления энергии. В это время реально можно изменить свою судьбу, отработать карму и буквально переродиться. Не упустите этот важный день. Наши древние предки, которые не были примитивными дикарями, как любят их изображать наши устаревшие учебники, уделяли таким дням очень много внимания, проводились ритуалы, к которым долго готовились. Эти дни были наполнены волшебством, исполнением желаний, экстазами в любви и духовности, возвышением к Богу и к Богине. Как жаль, что мы потеряли эти знания, почерпанные из устройства мироздания и гармонии с циклами природы и космоса. Советуется подготовиться к этому великому дню, внешне и внутренне, уборка на физическом и ментальном уровне, выбросить, а лучше отдать или пожертвовать все ненужное, сломанное, вещи, которые больше не носятся, очистить информационное пространство, отключиться от социальных сетей, которые не служат вашему развитию, почистить негативные мысли, плохое настроение, уныние через мантры, медитации, молитвы, что для кого срабатывает. Используйте свечи, костер, оранжевые и желтые фрукты и овощи, мед. Поклонитесь Богине, чтобы год был сытным и богатым. Отпустить обиды, сердце и разум, простить, сжечь это огнем, смыть водой, почистить солью. Есть разные техники прощения, техники создания и поддержания позитивных мыслей, повышения вибраций. Ищите их, информация придет к вам сама собой, ибо когда ученик готов, появляется учитель. А потом переходите к созидательному процессу, ведь вы дворец, а если вы женщина, вы еще и волшебница. Не слушайте, когда вам говорят с экранов, что вы ничего не решающий в винтик общества. Вы обладаете огромным потенциалом. Ваши позитивные вибрации в состоянии достигнуть самых отдаленных пространств Вселенной. Как события космического масштаба, 21 декабря и есть настоящее Рождество, потому что это зарождение новой солнечной энергии, настоящий Новый год, начинающий новый цикл естественных ритмов природы. Благодарим наших любимых людей, детей и родителей, учителей и наставников, ангелов, а также наших обидчиков и наши проблемы, ибо именно они и есть наши великие учителя, через опыт с которыми мы очищаемся. Когда никто не сможет больше обидеть вас, вы достигли совершенства, чего и желаю вам, дорогой слушатель. Великого праздника вам и великого счастливого нового 2021 года!